Друзья, приветствую! 17 августа 2024 года. С вами всегда Андрей Рыбин. Это короткое видео, решил записать, рассказать вот этой вот курской операции, так называемой. Почему это полная авантюра и почему она заведомо обречена на провал. Собственно, это вам можно было бы предотвратить, если бы вот эти вот организаторы пользовались обычной аналитикой. Кто-то скажет, ну как же там, должны же у них быть службы. Так вот, я вам скажу, из собственного опыта даже общения с людьми, которые приближёнными, ничего этого нет. Есть обычное ребячество, которое приводит вот к данным результатам. То есть, подход простой. Вот если мы их укусим за ногу, им будет больно, они будут кричать, звать на помощь, будут стягивать войска с других направлений. И вот таким вот образом мы там всех победим. Это обычное ребячество. Значит, что получилось и что получится. Данная так называемая операция, это загоняют войска ЗСУ, сами, сами себя загоняют в ловушку. Причём эта ловушка настолько явная, которые любые люди, которые занимаются аналитикой, должны это увидеть. То есть, что получается. То есть, задумка была такова, что вот мы действительно там укусим их там, будем захватывать их территории, им от этого будет ужасно. Там будут даже свергать Путина, войска будут туда стягивать и всё-всё такое, мысли. И мы тогда там будем делать уже, то есть, контролировать ситуацию. То есть, обычное ребячество. Значит, почему это полная авантюра, почему это приведёт к плачевным результатам, почему это ловушка? Потому что ситуация на сегодняшний день такова, и дальше она будет такова, что для того, чтобы иметь успех, для этого нужно продвигаться дальше. Ну, то есть, идти дальше победоносно, на Москву ещё куда-то-то. То есть, нужно наращивать объём. То есть, если остановиться, там сказать, окапываться, ну и стоять дальше. Что дальше? Ничего. Ну, поэтому никто, так сказать, сильно не обороняет территорию. Ну, хорошо, ну, захватили, ну дальше что? Ну, держите. То есть, есть какие-то войска, которые сопротивление оказывают, но это незначительные. Для этого никто не будет стягивать силы, перебрасывать силы с других направлений. Не нужно. Ну, захватили, хорошо. Даже всю Курскую область захватили. Ну, хорошо, ну, держите дальше. То есть, для того, чтобы развивать успех дальше, как бы там на Москву идти, для этого нужно втягивать новый-новый ресурс. Обязательно. То есть, на существующих ресурсах это просто уничтожение. То есть, войска заходят, их, в конце концов, обрезают логистику им. То есть, нет новых сил. То есть, получается, распыляются силы на увеличение территории. Вот, и они подлежат окружению и уничтожению. Но для того, чтобы удерживать определенную территорию, для этого необходимо определенное количество сил. Сил и средств, так называемые. Вот, поэтому необходимо вбрасывать новые-новые дополнительные силы при расширении территории. Поэтому ловушка стоит в том, что для того, чтобы иметь успех, как бы идти, вот, захватывать, там, говорю, в сторону Москвы, для этого нужны новые дополнительные силы. Новые дополнительные силы, значит, их нужно откуда-то брать. То есть, это затягивание сил и средств в это направление. Если же этого нет, значит, нужно удерживать ту территорию, которая есть. Удержание просто ничего не дает, абсолютно. Окопались. Все их, как бы сказать, вокруг сопротивление оказывают, и все. Ну, хорошо. Поэтому и Путин не торопится с уничтожением вот этих вот войск, которые торгали. Абсолютно. Ну, хорошо, но пусть продвигаются, пусть затягивают новые силы, новые резервы. Но, тем самым, уменьшая свои резервы. Вот это авантюра, которая прямой путь к поражению. Вот, но для того, чтобы это увидеть, нужна обязательно аналитика до того, как. Никогда уже это происходит до того, как. Без этого никак. То есть, аналитика – это прорабатывание ситуации. То есть, вот, такие шаги делаем, какие ответы. И таких ситуаций должно быть множество. И дальше анализируется. То есть, обычный аналитический подход. К сожалению, этого нет. Есть ребячество, которое приведет обязательно к поражению. Другого пути нет. Вот, поэтому хотелось записать, объяснить по поводу этой Курской операции, что это будет полная авантюра. А то, что российские войска захватывают Донецкую область и идут снизу, с востока и далее будут снизу идти вверх, ну, так они захватывают территорию, бросая больше и больше резервов. Поэтому все абсолютно логично. Вопрос, что делать на сегодняшний день? Ну, конечно, самым разумным было бы это на сегодняшний день. Это организованный отход. Хотели бы этого или нет? Или там зрада будут кричать и все. Но организованный отход – это значительно сложнее, чем наступление. Потому что это нужно организовать, чтобы это были без потерь или хотя бы с минимальной потерей. И дальше уже планировать, как же сделать так, чтобы волки целы были, и овцы целы, и все целы были. Для этого, опять же, нужна мудрость. Вот, поэтому исход Курской операции однозначно известен. Вот, поэтому все эти ура, 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 эти все – это в никуда. Вот, хорошо, какие вопросы задавайте. С вами всегда был Андрей Рыбин. Всего доброго, до свидания, с Богом. Субтитры сделал DimaTorzok